Меня еще раз зовут Дмитрий. Сегодня рассказываем про проектирование андроид-приложений и материала на самом деле дофига получилось. Материал такой сложный для осознания, возможно, прям вот сразу все понять вот из этого не получится, но хотелось бы, чтобы в итоге по окончанию этой лекции было хотя бы представление о том, какие компоненты бывают, и если вы придете в какую-то компанию, где уже есть какой-то проект, то вы понимаете, что за что отвечает, а если вы с нуля что-то пишете, то вы знаете, в какую сторону глубже копать, чтобы самому разобраться. И еще, если какие-то вопросы, какие-то непонимания, то сразу задавайте вопросы, потому что ну какой смысл просто так это все рассказывать, главное, чтобы вы поняли. Вот. Вначале хотелось бы рассказать такую выдуманную, но очень приближенную к правде историю о том, как вообще писалось одно абстрактное андроид-приложение, назовем это так. Ну, захотели в компании написать андроид-приложение, у них там уже есть сайт, но вот нету андроид-приложение. Наняли и они одного андроид-разработчика, пришел он, ну и сказали, вот пиши фичи, он не планируя ни архитектуры, ничего, ну просто начал писать фичи, вроде у него неплохо все получалось. Потом к этому разработчику из компании пришли, говорят, надо быстрее, ну а он-то один не успевает быстрее, и они нанимают второго разработчика. Приходит второй разработчик и смотрит на андроид-приложение, ну на его код, и вообще не понимает, что тут, как это вообще, и как это работает, и что с этим делать, и это, ну, наверное, первая проблема архитектуры, грустная история, это вот она, это нечитаемый код. Вот. Ну как-то кое-как вник этот второй разработчик, и они вдвоем дальше пилят код, пилят новые фичи, и тут они понимают, что… что у меня там было дальше по плану? Что, когда они пилят новые фичи, им приходится… они сталкиваются с такой проблемой, что они исправляют уже старые фичи и переписывают существующий код. А, соответственно, это увеличивает время на написание новых фич, плюс старые фичи от этого… в старых фичах появляются баги, и вообще код старых фич становится окончательно нечитаемым, и это вторая проблема, что у нас сложно модифицируемый код или сильно связанный код. Когда разные фичи слишком сильно, ну, зависят друг от друга, то чтобы исправить одну или написать еще одну, приходится весь этот клубок как-то распутывать. Вот. Что дальше у этих разработчиков? Какие еще проблемы? Вот они, короче, пилят вдвоем, медленно, и тут компания решает нанимать еще третьего разработчика, он тоже с горем пополам приходит. Давайте, а кабель-то двину, это вас смешает. Вот. И они пилят втроем, пилят, и тут понимают, что вот они пилят в одном месте код, а в другом месте вылезают какие-то баги непонятные. Вот. Они правят эти баги, вылезают баги в третьем месте. И постоянно какие-то вылезают баги в неожиданных местах. Эта проблема называется хрупкий код. Когда небольшой модификацией какого-то функционала мы неожиданно задеваем совершенно другой функционал. Вот. И они понимают, что надо как-то бороться с этим большим количеством багов. И они вычитали, что помогает юнит-тестирование. Они решили внедрить юнит-тестирование, смотрят на свои фичи, пытаются написать юнит-тесты, но у них ничего не получается. Потому что код тестируемый должен писаться изначально с мыслью в голове об этом. И существующий код уже сильно связан со всеми другим функционалом, и ты не можешь отдельно какой-то функционал протестировать. Ты тестируешь все вместе, а это уже никак невозможно. И это проблема нетестируемый код. Ну, в итоге они отказываются от идеи писать юнит-тесты и дальше живут со своими багами и очень медленно пишут свои фичи. И тут в компании решают написать еще одно приложение, в котором переиспользуется часть функционала существующего приложения. Ну, например, это просмотр фоточек, когда вот так листаешь фоточки. Ну, много разных приложений, где есть такой просмотр фоточек. Вот. И они приходят к разработчикам и говорят, ну, что вам стоит? Давайте вот, смотрите, функционал уже есть, просто выносишь в отдельное приложение и все. А разработчики такие смотрят на этот код, который за вот это отвечает. А он пророс вообще во все и связан со всем остальным. И они такие, ооо, нет, мы это не сможем вот так вот взять и вынести в какой-то отдельный переиспользуемый компонент. Мы единственное, что можем, это скопировать этот код, а код, как вы помните, с багами. И вот в отдельной версии там избавиться от лишних зависимостей и воткнуть это в приложение. И получается в компании целых две версии вот этой библиотеки, которая отвечает за слайдинг. И она вот каждая со своими багами, каждый отдельно эти баги фиксят и прочее. И эта проблема называется непереиспользуемый код. Вот. И со всеми вот этими проблемами помогает справиться архитектура, которую мы заранее держим в голове, когда планируем еще только написать Android-приложение. Но не только она, а архитектура базируется на основополагающих принципах, и я бы хотел немного там отклониться от архитектуры и рассказать вам про них. Как развивалось, собственно, программирование? Вначале, ну это известная такая брифли, расскажу историю, что ну да, вначале писали, был просто бинарный код и программировали ноликами и единичками. Потом начали использовать ассемблер, но ассемблера было мало, и они придумали высокоуровневые языки, которыми гораздо удобнее стало писать и гораздо легче бороться со сложностью приложений. Дальше они изобрели структурное программирование. Это, по сути, собой выносить код в методы, а не использовать go-to-операторы по всему коду. Вот. Это им еще сильнее помогло, но сложность программ все время росла и росла. И поэтому следующим этапом это было объектно-ориентированное программирование. Оно задало определенные стандарты написания программ. И, ну я не знаю, у вас был уже курс, наверное, про принципы ООП и прочее такое, все уже слышали. Ну, поэтому я это пропускаю. Вот. А кто-нибудь из вас знает про Solid? Так, кто-то еще знает? Поднимите руку. Кто? Вот так примерно, да? Хорошо. Solid — это, в принципе, проектирование объектно-ориентированного приложения. Вот. Их изобрел, сейчас скажу, ну не изобрел, он как бы их просто сопоставил, ну не сопоставил, а сформулировал. Вот. Роберт С. Мартин или еще его зовут Дядя Боб, он как бы очень известный идеолог в программировании. Вот. Я подробнее остановлюсь на этих принципах, потому что, ну, на них основываются все дальнейшие архитектурные решения. Первый принцип — это принцип единственности-ответственности. Он утверждает, что каждый класс должен выполнять лишь одну задачу. Это просто сказать, ну, типа, класс выполняет одну задачу, но по факту у нас же не одна строчка кода в классе как. Как это объяснить? Он это объясняет так, что должна быть всегда лишь одна причина, чтобы модифицировать код определенного класса. То есть что-то одно должно поменяться, чтобы мы изменили этот код. Ну, это, тем не менее, снова не дает нам какого-то четкого понимания. Хотелось бы показать примерчик. Это код recycler-адаптера. Вот. Вы знакомы с recycler-view? Уже писали код, домашку, может, какую-то делали, рассказывали. Вот. Это recycler-адаптер, который отображает список заказов. Вот у нас есть список заказов. Вот мы создаем вьюху. И вот метод bind у меня тут не написан, потому что мы сейчас подробнее его воспользуем. Так это просто, чтобы понимать, о чем, в каком классе все это находится. Вот. Один из вариантов написать этот код. А, это еще вьюхолдер, собственно, в какой мы будем бендить. Это вот то, что мы создаем вот здесь. У нас тут всего два текстовых поля. Текстовых вьюхи, вернее. Одна из них номер заказа и общая сумма заказа. Вот. Первый вариант написания кода он bind вьюхолдер у нас вот такая. Что мы тут делаем? Мы, ну, тут просто мы проставляем во вьюху. Одер-намбер — это вьюха. И мы в нее проставляем в виде текста. Это, собственно, номер заказа из объекта order, который у нас в списке есть. Вот. А дальше у нас тут происходит такая штука. Чтобы посчитать total, ну, или общую сумму заказа, мы проходимся по всем его айтемам. Берем их стоимость, суммируем, потом форматируем. Вот. И только потом проставляем во вьюху. Вот. Что в этом плохого? Это наглядный пример, когда у нас класс выполняет две роли по факту. Во-первых, он связывает айтемы моделей и вьюхи. Ну, то, что делает адаптер, собственно, то, что и должен делать адаптер. А во-вторых, он еще высчитывает total, что вообще никак не привязано к связыванию. Это должно делаться где-то в отдельном месте. Вот. И хороший пример – это вот такой пример, когда мы уже в order где-то сверху в заказ проставляем общую сумму. Это может находиться на каком-то другом уровне абстракции, где-то мы это проставили, и в адаптер уже приходит итоговая сумма. Это пример того, когда у нас класс выполняет всего лишь одну задачу. Бэндит и больше ничего не делает. Ну, бэндит. Данные во вьюхе. Так. Второй принцип открытости-закрытости. Open-close principle. Это формулируется так. Программные сущности должны быть открыты для расширения, но закрыты для модификации. Ну, тут вообще еще, мне кажется, меньше понятно в общем смысле, что это значит. Но это имеется в виду, что они для расширения открыты в том смысле, что их дочерние объекты могут расширять логику базовых классов. То есть в базовом классе есть какая-то логика, и в дочерних эта логика должна расширяться. Но при этом не должно возникать такого, что чтобы написать новый функционал, вам приходится исправлять базовый класс снова. Ну, или базовую логику, взаимодействующую с базовыми классами. На это есть тоже примерчик. А это примерчик, наверное, популярный. Он часто используется для объяснения open-close principle, но он хорошо подходит. Изначально у нас есть area manager. Он высчитывает площадь всех фигур, которые ему передается. И это делается довольно просто. Мы просто проходим по всем фигурам, считаем площадь. В данном случае у нас это прямоугольники, поэтому площадь считается ширина на высоту. Ну и мы возвращаем общую площадь. Но тут у нас возникает такая ситуация. У нас появляется еще один вид фигуры, и это circle. И это совсем другой класс. У него есть метод getRadius, и, соответственно, по-другому считается площадь. И код, который считает площадь, теперь выглядит вот так. Он проходится по всем фигурам, которые у нас являются список объектов. Проверяет, если это прямоугольник, то считается так. Если это круг, то считается так. А если это какая-то неподходящая фигура, то он выкидывает ошибку. В этом коде есть очевидные минусы, что когда появляются еще какие-то новые фигуры, нам приходится править этот код. И, допустим, мы где-то добавляем эту фигуру, и нам надо знать, что вот этот код есть, и его надо править. И плюс тут разрастается вот эта лопатина из огромного количества if-ов. И решение очевидно другое. Решение использовать интерфейс shape так, чтобы и rectangle, и circle его имплементили. И тогда, соответственно, площадь, фигура является методом интерфейса, и она по-разному имплементится у этих методов. И наш код, который считает площадь, выглядит гораздо проще. Это простой пример реализации open-close principle, когда нам, принцип открытости-закрытости, когда мы имеем класс, ну или в данном случае интерфейс, открытый к расширению с помощью метода получить площадь. Следующий принцип – это принцип постановки Барбары Лисков. Это женщина-программист, сформулировала свой, или математик, уже очень давно сформулировала свой принцип. Функции, которые использует базовый тип, должны иметь возможность использовать подтипы базового класса, не зная об этом. То есть мы передаем в какой-то метод определенный тип, и он с ним взаимодействует. А потом, допустим, появляется новый какой-то подтип этого типа, и мы в эту функцию снова передаем, и он, ничего не зная о том, что у нас подтип, должен также успешно работать. Ну и второе определение – наследующий класс должен дополнять, а не замещать поведение базового класса. То есть, что вот это определение значит, это то, что, ну, наследники, если есть какой-то контракт на базовый класс, ну, что он, вот при выполнении вот этого метода, потом вот этот метод должен вот такой-то примерно возвращать, то и наследники должны этот контракт выполнять. Вот, пример невыполнения на самом деле. Мне больше всего показалось, что есть смысл описать невыполнение этого принципа. Это вот такой вот метод, это наш старый Area Manager. Он на вход получает лист фигур, но внутри он каждую фигуру кастит к прямоугольнику. И, соответственно, если мы сюда передадим круг или еще что, он прямо вот в этом месте в момент кастинга упадет. То есть, возможно, в тот момент, когда писался этот код, они подразумевали, что все фигуры — это прямоугольники, но такой код не следует писать. Вот, а примером хорошей реализации — это то, что уже было в примере выше. Дальше довольно простой для понимания и для формулировки принцип — это принцип сегрегации или разделения интерфейсов. Он гласит о том, что много интерфейсов, специально предназначенных для клиентов, лучше, чем один интерфейс общего назначения. И сразу примерчик. Вообразим, что вы пишете код самого андроида, и вы пишете в вьюхе. И вот вы думаете, что вьюха должна иметь listener onclicklistener, чтобы когда по ней кликнули, она этот listener вызвала, и там обработалась какая-то логика. И вы создаете вот такой интерфейс onclicklistener, voidonclick. Он похож на настоящий андроидный интерфейс. Далее вы понимаете, что вьюха может еще обрабатывать longclick, когда вы долго удерживаете пальцем. И вы добавляете в этот интерфейс onlongclick. И, соответственно, дальше у вас идет следующее желание. Это всякие случайные, необычные жесты обрабатывать. И вы добавляете в этот интерфейс ontouch. И как будет выглядеть код, который использует этот listener? Вот примерно вот так. Потому что, по сути, вам зачастую нужен только клик, а все остальное ничего не делает. Это пример, когда один жирный интерфейс плохо, а много маленьких, как нарисовано вот здесь, это хорошо. И это очень похоже на то, как реализовано это в андроиде. Вот. Следующий принцип – это принцип инверсии зависимости. С ним посложнее, и к нему мы еще вернемся. Но сейчас я попробую его тоже объяснить. Модули верхних уровней не должны зависеть от модулей нижних уровней. Оба типа модулей должны зависеть от абстракции. Что такое верхних уровней? Что такое нижних уровней? Короче, верхних уровней – для этого надо рассмотреть, как работает андроид-приложение. То есть у нас есть юзер интерфейс, который зависит от какой-то бизнес-логики. И дальше бизнес-логика зависит от каких-то сториджей или сетевых запросов. И это вот три уровня, которые вот тут нарисованы. Соответственно, зависимость у нас слева направо, и самый верхний уровень – это Android UI, уровень пользовательского интерфейса. И правило гласит о чем? О том, что более высокоуровневый модуль не должен зависеть от вот этих вот модулей. Хотя, блин, ну как не зависеть? А он должен зависеть от абстракции. То есть он должен сам предоставлять какие-то интерфейсы, которые имплементят вот эти уровень ниже, а этот предоставляет вот этому интерфейс. Так на словах сложно, поэтому есть примерчик. Вот у нас плеер-контроллер. Плеер-контроллер класс, который отвечает, ну, в нашем случае просто за обработку клика на «сохранить плеера». Вот. И что он делает? Он обращается к плеер-дата-сорс, какая-нибудь абстракция, которая сохраняет его на диск. Вот. Без подробностей. Просто вызывает «save player». Вот. А наш плеер-дата-сорс выглядит вот так. Вот тут какая-то логика, запись в базу данных или в файл. Что мы видим? Если вот, допустим, разделить это на модули, что плеер-контроллер лежит в Android UI, вот который вы здесь, или в Business Rules. Плеер-контроллер лежит в Business Rules, а дата-сорс лежит в Data Layer. Соответственно, у нас зависимость вот такая. То, что мы как раз по тому принципу не хотим допускать. Зависимость на модули более низкого уровня идет. Вот. И как это предлагается решить с помощью этого принципа? Это вот так. У нас есть плеер-контроллер, который зависит от абстрактного дата-сорса, который ему проставляется в конструктор, или, можно сказать, инъектиется в конструктор. Это и есть инъекция зависимостей. И он уже у него вызывает. Соответственно, он зависит от абстрактного плеера дата-сорса, который лежит, который является вот просто интерфейсом вот таким, и он лежит в том же модуле, что и плеер-контроллер. Это часть бизнес-логики. А в свою очередь уже уровень данных зависит от уровня бизнес-логики и имплементит этот интерфейс. И вот так это выглядит. Вот у нас, соответственно, вот в этом классе зависимость на вот этот вот интерфейс. А в этом классе, который был раньше, нет никаких зависимостей. Вам примерно понятно? Окей, хорошо. Слушай, тут уже дальше может быть еще сложнее. Так, это я рассказал про Solid-принципы, которые мы сейчас будем применять, рассматривая паттерны проектирования. Это что паттерны проектирования, что я вкладываю здесь? Я вкладываю то, что... Ну, это общий пример построения Android-приложения. Вам надо написать какое-то приложение, как бы оно выглядело. Первый паттерн — это Model View Controller. Поднимите руки, кто слышал об этом. Ну, это очень хорошо. Я вам расскажу довольно простой пример, как это работает в Android. Модель — это у нас данные, состояние, бизнес-логика. И не зависит ни от View, ни от контроллера. И, по сути, собой представляет plain Java файлы. Я имею в виду, что в нем нет зависимости на Android. Вот. Дальше у нас View — это визуализация пользовательского интерфейса. И она по-разному взаимодействует с контроллером, передает информацию о фидбэке, и на вход от контроллера получает изменение своего состояния. Вот. Ну и контроллер у нас как раз склеивает View и модель. Он обрабатывает все клики от View и прокидывает их в модель. Модель там чего-то шебуршит, возвращает в контроллеру состояние, и он это состояние транслирует во View. Вот. В данном случае контроллер рассматривается как activity или fragment. То есть буквально это, прежде чем к этому слайду приступить, я бы хотел рассказать, что, собственно, у нас за приложение такое. Приложение у нас следующее. Это крестики-нолики. Довольно простой интерфейс. Умеет отображать победителя. Видно. Вот. И есть кнопка Reset. Из необычного, что вы могли бы тут заметить в этом примере, это я... я его так-то в интернете нашел. Но я добавил туда Progress Bar, потому что в учебных целях интересно рассматривать асинхронные операции, потому что зачастую у нас есть какое-то взаимодействие с сервером в фоне, когда мы показываем прогресс, и потом возвращаем результат. Соответственно, при каждом клике у нас выполняется какое-то асинхронное действие, и по результату оно возвращается в UI с результатами, с изменениями полученными. Так, теперь мы посмотрим на то, как выглядит структура приложения. Вам, кстати, видно? Вот это видно что-то или нет? Видно. Так, у нас есть Activity, в которой мы взаимодействуем со всеми вьюхами. Есть класс Board, который отвечает, собственно, за всю логику игры крестики-нолики. Он и является моделью, а Activity является контроллером. А с этой точки зрения вьюхой является просто наша XML-ка. XML-ка, в которой весь вью Activity. Давай, вот она так выглядит. Вот. И на слайдах можно посмотреть, как взаимодействует вью контроллер и модель. На вьюхе, к слою вьюхе у нас относится, собственно, XML-ка с вьюхой, и туда же относится XML-ка, отвечающая за меню. Меню — это та кнопка Reset, которую мы сверху видели. Она оповещает об своих изменениях Activity. Activity-контроллер, который перекидывает взаимодействие в модель. Там она варится-варится, и потом контроллер читает результат сам из модели и обновляет вьюху. Как это выглядит в UI, сейчас покажу. Вот у нас создается вьюхе, и тут же у нас создается модель. Дальше у нас по обработку, по клику происходит проставление прогресса. Ну, тут мы получаем из вьюхи координаты конкретной ячейки, а потом проставляем прогресс, и потом вот это выполнение асинхронной операции. AsyncTaskSerialExecutor — это JavaExecutor, который последовательно в фоне выполняет задачи, которые на него положены. Вот. Мы помечаем новую клетку в модели, передаем ей координаты, по которой кликнули, уже в фоне. Это уже все фоновый процесс. Вот. Вот эта операция у нас считается долгоиграющей, потому что у нас тут стоит слип, как будто бы у нас какое-то сетевое взаимодействие есть. И дальше идет логика по обновлению поля. Вот. И дальше мы постим на UI поток. ButtonPost — это, может, вам рассказывали, способ просто у Vue есть метод post запостить на главный поток, а как мы знаем, только с главного можно изменять юзер интерфейс. Мы поставляем прогресс обратно в невидимое состояние и обновляем всю доску. Где мы обновляем доску? Мы обновляем конкретную кнопку в данном случае, а не доску, по которой нажали. И если у нас появился победитель, а он пока игра не закончилась, null, мы проставляем победителя. Вот такая примитивная логика в ресете, которая у нас вызывается из меню. Вот в меню вызывается. А мы пробегаемся по всем кнопкам и обнуляем их, собственно. Это наш пример модул Vue контроллера. На самом деле в нем есть огромные недостатки, потому что у нас вся логика происходит в Activity прямо. Тут же у нас мы взаимодействуем со Vue, тут же мы взаимодействуем с моделью, тут же у нас синхронные операции происходят, тут же у нас бизнес-логика. Вот. Но есть и плюсы. Он все-таки как-то разделяет логику по слоям, потому что у нас есть отдельная модель и отдельная Vue, и все-таки позволяет тестировать модель. Я потом покажу, как это происходит. Но минусы я уже написал, что контроллер, например, вообще невозможно по факту тестировать, потому что он сильно связан с Vue, а в unit-тестах мы стараемся избежать зависимости на Android, а Vue они вот прямо плотно связаны с Android, это часть Android. И... Следующая проблема — это то, что вот нельзя подменить Vue на какую-то другую, чтобы контроллер так же работал. По факту нам придется менять и контроллер. То есть у нас очень сильная связанность между Vue и контроллер, и у нас, как я уже говорил, дофига кода в контроллере, который сложно поддерживать. Поэтому есть следующее решение — это Model Vue Presenter. Кто слышал про Model Vue Presenter, поднимите руки. В общем, по сути, это очень похоже на Model Vue Controller, но с определенными разграничениями. Кстати, брончик MVP. Вот. Модель у нас абсолютно та же самая. А вот с Vue начинается различие. А в слой Vue в данном случае по факту входит Activity или фрагмент, в нашем случае это Activity. И, соответственно, и сама XML-ка, и код Activity — это часть Vue. И она скрывается за интерфейсом для презентера. А презентер — это тот же контроллер в чем, в каком-то смысле, но он в данном случае взаимодействует через интерфейс с Vue. Ну, то есть Activity имплементит этот интерфейс, и презентер с ним взаимодействует. Соответственно, в презентере уже в идеале бы не иметь вообще никаких Android-зависимости, и его можно легко тестировать таким образом. А сейчас мы посмотрим на это в коде. Бранчик MVP. Так, это класс модели, он вообще не поменялся. Теперь посмотрим на класс Activity. У нас он все так же отвечает за получение Vue из XML-ки, и в нем мы создаем презентер, которому передаем себя, собственно, Activity в виде интерфейса tick-tock-toe-view. Так, это тут вообще нафиг, наверное, не нужно. И в обработчике клика, как видим, стало гораздо меньше кода. Мы просто вызываем соответствующий метод презентера. Говорим ему, что кнопка нажата, и дальше он уже разбирается. И по результатам своих действий он вызывает через интерфейс, в котором есть вот такие методы, обратно Activity. То есть он ей говорит, покажи победителя, или очисти экран с победителем, покажи прогресс, или убери прогресс, убери все крестики-нолики с экрана, или в какую-то конкретную кнопку поставь конкретный текст. Ну это крестик или нолик, этот текст. Так, вот таким образом, ладно, давайте начали про презентер посмотрим. Презентер получился довольно простой. Вот мы ему передаем вьюху, в нем создаем модель уже, а не в Activity. По нажатчу на кнопку мы проставляем все так же прогресс, но через интерфейс вьюхе. Потом в фоновом процессе мы обновляем модель, получаем результат. Результат – это, по сути, тот плеер, который сходил. И обратно в UI у нас есть хендлер. Хендлер – это очередной способ запостить на UI потоки. Мы передаем его лупер главного потока и можем постить на него операции. И, собственно, мы это и делаем, постим операцию, и в главном потоке снова выключаем прогресс, проставляем кнопку и, если надо, показываем победителя. Так, что бы хотелось теперь сказать? Сказать хотелось бы следующее, что в данном случае можно протестировать не только модель, но и презентер, но, наверное, уже после перерыва. Так, повторим немного про MVP. Слайды эти не показывал. Тут у нас разделение на слои получается. А у нас вот во вьюху видно, что входят и XML-ка с вьюхой, и XML-ка с менюхой, и сама Activity, и интерфейс, который имплементит Activity. А в презентер входит, собственно, сам интерфейс презентера и презентер. А с моделью все по-прежнему. Она, как и в контроллере, содержит с собой доску, ячейки и игроков. Какие плюсы у MVP? Ну, по сути, все те же, что есть в MVC, только позволяет тестировать презентер. И как можно из этого понять, что бизнес-логика, она за счет интерфейса вьюхе и презентера гораздо сильнее отделена от самого отображения. Вот. Ну, есть небольшой минус. Вообще, это не такой уж собой минус, но вот, чтобы связать этот презентер и вьюху, приходится писать эти интерфейсы, куча методов. Но это не минус, это, наверное, даже удобство. А что у нас дальше? Тестирование и dependency injection. Про dependency injection поговорим попозже. Хотя нет, можно и... Нет, попозже поговорим. Тестирование. Хотел бы вам показать, как мы тестируем модель в случае с MVP. У нас есть тут класс... Нет, не тут. Tick-tock-toe-tests. Мы берем, создаем тот же класс модели. Отмечаем различные... Кликаем на различные ячейки. Ну, это вот, собственно, тут нарисовано. Какую партию мы играем. И проверяем, что победитель — это player X. Вот. Ну и тут подобных парочка тестов. Ничего особенного. Это юнит-тесты. Они выполняются даже без эмулятора. Прямо на компьютере. Теперь бы я хотел показать тесты презентера. У нас есть презентер. У нас есть mockview. Все помнят из предыдущей лекции, что такое mock вам рассказывали? Понятно? По сути, за нас Makita создает некую реализацию абстрактную, упрощенную этой вьюхи. Вот. И мы презентеру говорим... Мы проставляем, во-первых, ему эту вьюху и говорим, кликни на кнопку и проверь потом, что презентер вызвал setButtonText на вьюхе с такими с такими вот параметрами. Вот. Это проверка конкретного клика. Тут у нас вот тоже есть партия. Мы показываем, что кликаем вначале на одну ячейку, на другую, на третью и проверяем, где какие крестики или нолики появились. Ну, не появились, вернее, а где какие крестики, нолики проставлены были во вьюху. Теперь давайте запустим этот тест. И мы видим, что он не работает. И все это почему происходит? Сейчас попробуем увеличить. Он говорит, что метод getMainLoopers не замокирован. По сути, это что значит? Что в классе презентер мы используем looper getMainLoopers. MainLoopers это... Может, вам про луперы рассказывали уже? Давно. Ну, давно. Ну, по сути, это некий такой цикл, который крутится в андроиде и по очереди выполняет разные команды главного потока. Но мы выполняем этот тест не в андроиде. Мы выполняем его в чистой джаве и, соответственно, нету никакого лупера. И именно поэтому код и падает. Такой код невозможно юнит тестировать. И сейчас я вам покажу, как это исправить и как лучше писать в презентеры, чтобы там не было зависимостей на андроид. Вот у нас, собственно, зависимости все на андроид. Очень просто увидеть. От них надо избавиться. Очень просто. Мы будем через интерфейс все эти зависимости передавать в презентер. А интерфейс будет простой, джавашный, и это будет называться инъекцией зависимости через конструктор. Очень просто. Сейчас мы будем разбираться с main looper. Что у нас есть для этого? Для этого у нас есть специальный класс, уже подготовленный. Main thread executor. Вот у нас тот же самый лупер. Main thread executor implemented интерфейс executor очень простой интерфейс, на самом деле, просто какой-то runnable мы выполняем на особом потоке или особым образом. Вот. И наш main thread executor выполняет наш runnable на главном потоке, вот используя handler и main looper. И что мы делаем? Мы в презентере добавляем поле executor. Тут главный нюанс, что executor это не андроидный класс, это класс большой java. Package java util concurrency. Вот. Мы передаем ему этот executor и используем вместо нет, вместо этого хендлера используем секунду, создаем поле и вместо хендлера используем наш executor. как это выглядит с точки зрения activity. Мы просто добавляем новый тот самый main thread executor, потому что activity у нас знает об андроиде и спокойно получает этот main thread executor. Вот. То же самое мы делаем и в тесте мы ему передаем, но в данном случае мы передаем немного другой executor, мы его прямо тут заимплементим, это будет просто выполнить run. Всем понятно вот таковы? Это по сути что из себя является? То есть это по сути у нас command так блин, как бы это по сути это у нас анонимная имплементация executora, которая просто выполняет сразу, то есть ни на каком ни на другом, а прямо на этом же потоке выполняет код. И в укороченном виде вот авторефакторингом мы заменяем на лямбду, заменяем на метод reference это вот это то же самое. Вот. У нас тут такой простой executor. Теперь мы выполняем этот тест да, я вот верное замечание и теперь она а подождите что у нас все равно не работает все верно мы убираем looper и тогда она у нас уже будет ругаться на async task о котором вы сказали она ругается null pointer это потому что serial executor в данном случае у нас null его мы выносим за другой executor executor background назовем создаем background executor а этот называем main executor чтобы провести тесты чтобы брать зависимость от android это хорошо ты имеешь ввиду вы имеете ввиду именно создание executor или просто использовать это нагромождение кода но я вам покажу как это решить потом это последовательно в данном случае мы показываем как тестировать презентер но даже такое решение оно гораздо лучше чем прям вот здесь это выполнять если вы придерживаетесь принципы тестирования что хотелось бы сказать про тестирование на самом деле еще то есть я рассказывал про различные проблемы в самом начале ну то что хрупкий код то что легко появляются баги то что тяжело переиспользовать функционал то что код просто нечитаемый и собственно тестирование на самом деле тестирование оно ну не только просто помогает протестировать собственно автоматически наш функционал а когда мы пишем тестируемый код он автоматически становится гораздо слабее, связан друг с другом. Соответственно, какие мы получаем тут бенефиты? Мы получаем бенефиты в том, что вот этот презентер можно использовать в большой Java для каких-то других решений. Также у нас, мы тут какой-то правим код, и мы не можем случайно, допустим, взять и чего-то в андроиде вызвать неожиданное. У нас весь код сосредоточен во вьюхах. Background, background, передаем background. Я думаю, можно вынести и использовать тот же самый экзекьютор и для бэкграунда. Все равно он выполняется сразу на месте. Вот такое решение, и теперь мы проверяем наш тест. В этот раз тест прошел. Ура! Но я бы хотел обратить ваше внимание, что, хоть это и считается юнит-тестом, по факту это не юнит-тест. Мы тестируем в данном случае презентер вместе с моделью. То есть у нас прямо модель создается в презентере, и мы тестируем одновременно и логику модели, и логику презентера. А по факту мы модель тестировали отдельно. Зачем нам ее отдельно тестировать? И плюс это усложняет код тестирования. Ну ладно, это код тестирования не усложняет. Кого я обманываю? Это усложняет... Ну то есть, короче, этот тест будет срабатывать на те кейсы, которые не должен. Он должен тестировать именно презентер, и презентер должен удостоверять, что работает презентер. Вот. И плюс... Ну не плюс, ладно. Я сейчас покажу, как именно сделать юнит-тест презентера. Для этого нам надо таким же способом пойти. Мы берем и эту модель передаем в конструктор. Вот. Так. здесь у нас все хорошо здесь мы создаем mock модели и также передаем его в конструктор и теперь нам придется немного изменить логику написания теста вначале небольшой рефакторинг в том плане что сейчас мы передаем expected value как строку которая крестик или нолик по факту можно передавать ее как плеер а плеер это у нас инум крестика и нолика мы передаем сюда я вам позднее покажу зачем я вот это все замутил крестик вообще этот второй тест пока уберу чтобы он вас не смущал сосредоточимся на одном тесте и и 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 здесь я оставлю исходную штуку так теперь что я собственно хотел показать я хотел протестировать то что при клике на какую-то ячейку презентер просто передает информацию в модель для этого мы берем и проверяем что при клике а это не то кстати да конечно когда мы у модели он из модель борт вызываем mark с такими-то параметрами то на выходе мы возвращаем плеера таким образом мы изолируемся от оригинальной логики модели и просто говорим что верни нам то что мы ожидаем и этот класс уже работает теперь нам надо проверить что винах тоже работает проверка победителя мы говорим что если мы дергаем get winner данном случае то верни player x таким образом у нас нет уже никакой зависимости на модель и мы полностью тестируем только презентах проверим работать ли это работает хороший пример юнит теста так а теперь бы я хотел вам показать как избежать от избежать вот это нагромождение избегать его мы будем с помощью фреймворка dependency injection а кто знает что такие кто то что такое dependency injection инжекшен фреймворки или там спринг поднимите руку кто не знает вообще спринг dependency injection все кто-нибудь слышал про даггер о хорошо а мы будем использовать именно его а это спринг для андроида но не совсем а в спринге мы конфигурируем через xml зависимости тут мы дерево зависимости строим через код и еще у меня были какие-то слайды на эту тему вот я хотел вначале показать простой способ зависимости о том что мы его через конструктор инжектим то есть тут мы не инжектим тут у нас жесткая зависимость тут мы ее инжектим и тут я хотел рассказать про даггер даггер первый был сделан в одной среднеизвестной компании занимается биллингом он работал на рефлексии кто знает что такое рефлексия рефлексии это когда мы из кода обращаемся к сущностям кода по сути это мы можем из джава узнать что у такого-то класса есть такой-то метод у него такие-то аргументы у него такие-то поля и мы эту логику как-то обрабатываем вот так работал первый даггер на рефлексии часто сложно было понять какие там проблемы случаются в реальности у пользователей вел он себя непредсказуемо и плюс рефлексия на андроиде да и в целом но на андроиде это особенно важно работает довольно медленно поэтому в google сделали даггер 2 даггер 2 работает не на рефлексии а на коды генерации то есть мы строим какое-то дерево зависимости а потом он генерирует огромную полотнительного кода которые эти зависимости в нужные классы инжектит решение даггер 2 использовать в андроиде очень популярны она везде в индустрии используется ну и соответственно он не использует рефлексию и вот он идеально подходит для android приложения именно потому что он быстрый и еще один плюс когда мы строим дерево зависимости у нас могут возникать циклические зависимости или что-то такое и в случае если они возникают на даггер 1 или на спринге там это может уже в рантайме случиться ошибка когда он обработает введенные ему дерево зависимости и все такое тут же на этапе компиляции он сразу падает если дерево зависимости не работает я вам покажу как его использовать наверное вот полностью все фичи рассказать даже половину не получится лучше вам своим потом изучить этот вопрос но общий брифли я вам покажу пример достаточно удобный так для начала нужно добавить зависимость вот у меня тут заготовлено зависимость мы добавляем gradle синхронизируемся так чего теперь теперь самые простые штуки чтобы добавить в дерево зависимости и какой-то класс на самом деле нам просто достаточно аннотировать его аннотации inject что хочется заметить что аннотация inject она находится не в модуле джаггер даггер и нам не надо во все модельные классы тянуть зависимость на даггер это у нас java x-inject очень простой маленький модуль в нем буквально несколько аннотации про dependency injection вот аннотируем он попадает далее мы аннотируем конструктор тик-так-тое презентер аннотации инъект соответственно он попадает в наше дерево зависимости и а даггер рассчитывает что будут поставлены все предоставлены все зависимости которые требует презентер вот и последнее мы добавляем аннотацию инъект сюда и убираем всю эту трибуку единственное чем мы не можем заинъектить на самом деле в нашем случае так для простоты я тут уберу интерфейс это будет у нас напрямую презента а единственное чем мы не можем заинъектить это вьюха потому что это вьюху потому что она является activity на момент построения графа и и еще может не быть поэтому мы ее убираем из конструктора и будем просто подставлять позже для этого создаем и так вьюху нам больше не нужно но зато нам нужен с айти автостах вообще так здесь мы поставляем твою тук а в тестах мы все равно по столе так это я рассказал про inject но этого недостаточно потому что нам надо еще как-то резолвить вот эти зависимости как понять ему куда вообще какой экзекьютор втыкать по сигнатуре конструктора непонятно у нас тут экзекьютор тут экзекьютор для этого собственно и существует там набор абстракций которые даггер использует для dependency injection а первая абстракция это компонент чем мы его создадим компонент это у нас это у нас интерфейс и основное его свойство это то что он анонтирован даггеров с аннотации компонент вот и основная его штука это на основе этого интерфейса этот интерфейс это по сути он не используется напрямую в нашем коде он используется как разметка для генерации файлов которые для генерации классов которые уже будут свою очередь инъектить вот и нам нужно определить что мы хотим инъектить в тик-так-тое activity у нас тут как раз вот этот поле инъект сейчас небольшое отступление а вот этот презентер у нас специально сделан не private потому что код генерится у нас в отдельных классах если мы его оставим private мы никак не сможем заинъектить это такой ну небольшой недостаток даггера что мы все-таки должны пока что private методы private поля инъект тогда у нас геттера не геттера недостаточно нет так не сработает так в любом случае тогда будет геттер наружу экспозится и тут мы должны указать метод на самом деле он не важно как называется важно это его сигнатура это инъект activity мы говорим что мы будем инъектить именно в этот класс в класс тик-так-тое activity вот но у нас все еще вопрос что мы будем инъектить на этот вопрос этот компонент компонент отвечает за то куда мы будем инъектить а именно само дерево для этого есть другая фракция называется модуль модуль у нас будет app модуль добавляем его аннотируем как вы догадались модуль и у него несколько методов один из них возвращает экзекьютор и мы говорим provide main экзекьютор ага я понял вот и в нем мы возвращаем instance main thread экзекьютор а обычно их аннотирует public на это неважно и второй метод это provide background экзекьютор и в нем мы возвращаем просто async task serial экзекьютор чтобы как-то связать эти методы обычно это не надо но у нас одинаковая сигнатура они возвращают оба экзекьютор и мы оба туда инъектим экзекьютор для этого мы должны написать специальную аннотацию name мы говорим что этот у нас main а а этот у нас background и то же самое те же самые аннотации надо проставить в конструкторе background вот что бы еще хотелось заметить мы хотим чтобы каждый раз у нас использовался один и тот же instance main thread экзекьютора каждый раз куда бы мы его не провайдили для этого используется аннотация singleton и ее также надо указать в вап компоненте вот ее можно было бы использовать и для async task экзекьютора но по сути он у нас все равно singleton потому что это просто статическое поле и это значит что он уже для нас singleton так что мы еще забыли надо указать об компоненту о том что мы хотим использовать эти модули какой модуль мы хотим использовать это делается так а а да спасибо указываем класс этого модуля а классы сами собой не генерация а нам нужно с генеральные классы использовать уже в activity а и для этого надо вызвать метод make метод просто собрать так что-то у меня не собралось а забыл сказать чтобы вот эти штуки работали им надо добавить аннотацию provide она как раз об этом говорит в этом и удобство что когда что-то не работает тут довольно понятные ошибки появляются название вот этой штуки совершенно не важно главное тут сигнатура что она возвращает экзекьютор и все эти аннотации ну и опять же важно что она собственно возвращает попробуем еще раз так она у нас собралась значит классы сгенерировались что мы делаем мы говорим после он create даггер апкомпонент обратите внимание это вот сгенерированный класс мы ему говорим builder build и инъект как раз текущей activity обратите внимание это сгенерированный класс и у него они генерится с таким правилом что добавляет даггер перед названием апкомпонент собственно который мы создали вот здесь вот и после вызова этого метода у нас создается все дерево и проставляется презентер в презентер передаются все аргументы и все работает а давайте я вам покажу примерно как это внутренность этого всего выглядит выглядит она примерно так у нас есть даггер апкомпонент он вызывает инъект презентер блин что забыл увеличить это все генерированные файлы они и проставляет презентер этот презентер вернемся назад откуда он берется он из генерального метода бед презентер который создает презентер который права и короче тут можно это убиться но на самом деле все не так сложно если вы видите что что-то работает не так как надо это легко продебажить потому что это просто код который вы видите глазами можете по нему степами шагать и если возникают какие-то проблемы находить проблемы так давайте допустим проверим что эта фигня вообще работает на начало приложения так наше приложение наше приложение работает а они кладутся в отдельный не пэкэдж сейчас покажу они в отдельную папку кладутся в папке build но к ним есть доступ из android студии то есть они в репозитории у нас не кладутся они каждый раз когда мы выкачиваем из репозитория мы делаем make они появляются и с ними нормально работать они собственно где-то здесь лежат господи нет так невозможно сделать что так посмотреть а вот исходники здесь лежат у нас вот это набор классов которые она сгенерила у нас есть factory для каждого объекта который участвует в нашей в нашем дереве зависимости это и доска и презентер и activity и оба экзекьютора вот ну и собственно сам компонент вот а хотелось бы еще сказать про тесты а тесты у нас не трогаются для них ну то есть можно сказать что даггер используется для тестов но он не используется в тестах он используется чтобы удобно инъектить зависимости в рабочем коде а в тесте мы все так же напрямую добавляем зависимости через конструктор и они должны по-прежнему работать так я наверное это про даггер то все рассказал а у вас есть какие то вопросы или непонимание как он работает так он будет на гите он есть на гите а там отдельный бранчик есть mvp даггер да это то что вот я сейчас сделал и ну может быть не совсем один в один но примерно то же самое сделанное с даггером вот так а что бы еще хотелось сказать наверное про даггер это то что компонент представляет собой ну инжектор он отвечает за то чтобы куда-то инжектить зависимости и он инжектит зависимости из модулей и структура позволяет нам создавать несколько отдельных модулей которые мы перечисляем в компоненте объединять их вместе и инжектить в один компонент также там есть всякие саб компоненты есть разные скопы это все уже не входит в эту лекцию наверно потому что там можно весь вечер рассказывать об этом но если вам интересно вы можете в это закопаться ну модуля у конкретной зависимости ну да он должен знать свой жизненный цикл компонент ну что он вообще переживает это все так что дальше а дальше хотел закрепить какие мы собственно это аннотации используем у нас как мы запомнили есть инъект это самая основная аннотация мы с помощью нее запрашиваем зависимости в конструктор также и провайдим результат этого конструктора класс в дерево зависимости также мы можем этот инъект как мы видели в activity аннотировать поле и это позволяет нам в это поле если оно не private а инжектить зависимости и также есть возможность инжектить зависимости в методы но это уже и редкий кейс следующая аннотация это модуль они предоставляют зависимости и в них используются методы у которых важна сигнатура и возвращаемый результат неважно имя и они должны аннотироваться provide тогда результаты этих методов поступает в то же дерево зависимости где и аннотируемые inject методы и компонент это собственно интерфейс инжектора и в итоге потом получается сам даггер компонент который injected что у нас дальше на этом про MVP закончили и мы перешли к MVVM модул вью и вью модул ну это очередное развитие то есть у нас есть такая же модель есть вьюха посередине и между ними вью модул и они немного по-другому взаимодействуют я сейчас расскажу как а пока хотелось бы уточнить что тут у нас бранчик называется MVVM No Data Bindings потому что там потом будут дата байнинги в отдельном бранчике где просто MVVM я дойду еще до этой теме но можете выкачивать смотреть а вот собственно описание модель у нас такая же как и в MVP и в MVC а вьюха у нас все так же включает activity и фрагмент и тут отличается взаимодействие вьюхи и вью модели или то что у нас было до этого презентер раньше у нас презентер через интерфейс вьюхи передавал изменения во вьюху чтобы там что-то новое отобразить в данном же случае у нас вьюха подписывается на изменение конкретных observable свойств то есть в данном случае вот у нас наш пример с крестиками ноликами вьюха подписывается на изменение доски это отдельное observable свойство и на изменение строки в которой показывается победитель но это легче показать в коде чем понять может и не очень сложно ну а вью модель она потому и называется вью модель то есть она представляет данные в том виде в котором удобно для отображения у нас есть какие-то блоки юая есть какой-то конкретный юай и она не возвращать вьюхи она возвращает именно модель данных которую мы конкретно хотим поставить конечный результат. Соответственно, она тоже может не зависеть от андроида, и лучше бы она независима от андроида. Ну, в моем примере она зависит, потому что мы там эти хендлеры используем так же, как и в MVP. Но лучше бы ей этого не делать. Сейчас, что еще хотел показать. А, вот, собственно, диаграммка. Вот у нас во вьюхе находится XML, менюха, активити, ну, то же самое, что в MVP. Вот. Вьюха отправляет колбеки о действиях пользователя во вью-модель, но сама подписывается на конкретные поля вьюхи, обзорвабл поля вьюхи, и на изменениях их обновляет интерфейс. Вот у нас есть, собственно, клеточки, есть отображение победителя и отдельное обзорвабл, которое показывает, показываемый сейчас прогресс или не показываем прогресс. Модель все такая же. Почему у нас Android Architecture Components? Потому что MVVM была выбрана Google, то есть они долго вообще не говорили, как следует писать Android-приложение, но пару лет назад или что-то около того они сказали, вот, используйте MVVM, и они предоставили некие удобные компоненты, которые позволяют более удобно использовать MVVM, я сейчас о них расскажу. Тут, наверное, будет не только про MVVM, а про эти компоненты, но потом мы к MVVM вернемся обязательно. Вот эти, собственно, компоненты, это Lifecycle Awareness, знающий о жизненном цикле компоненты, это ViewModel, собственно, есть специальный класс, есть LiveData, это те же обзорвабл, и последнее, это Room, Room это ORM, все знают, что такое ORM? Кто знает, что такое ORM? А, короче, Room это ORM, ORM это Object Relation Mapping, Object Relation Mapping, мэппинг, он, по сути, это некая библиотека, которая позволяет реляционные, данные из реляционных баз данных, из реляционных баз данных представлять в виде набора объектов. Я почему сейчас рассказываю, потому что подробно я не буду про это рассказывать. По сути, Room это про взаимодействие с базами данных удобным способом. Поехали про Lifecycle Aware Components. Это пример класса, который делегирует какую-то логику из Activity или из фрагмента. То есть у нас есть Activity фрагмент со своим жизненным циклом, и часть логики мы, ну, жизненный цикл это вот эти как раз колбаки, он Create, он Start, он Resume, он Pause, он Stop, он Destroy. Вам про них рассказывали на первой лекции. Вот, и какую-то логику взаимодействия на основе этих колбаков, колбаков, мы хотим делегировать из Activity или фрагмента в контроллер. Ну, и взаимодействие выглядит примерно так. Мы создаем этот контроллер в Activity, и каждый раз, когда у нас этот стандартный метод он Start случается, мы вызываем у контроллера тоже он Start, и тоже у контроллера он Resume, ну, и там дальше он Pause не влез на экран. Вот. Это классический способ делегирования какой-то UI-ной логики. Что предлагается использованием Lifecycle Aware Components? Мы просто говорим и говорим, у Activity есть метод, ну, вернее, не у Activity, а у AppCompat, по-моему, у Activity. Есть метод GetLifecycle, и мы добавляем обзервера этого Lifecycle. Это другой обзервер, не тот, который про вью-модели, просто тоже, он тоже обозревает. Добавляем контроллер, и контроллер тогда должен имплементить интерфейс Default Lifecycle Observer, он, сам интерфейс представляет из себя вот такую штуку, сейчас я надеюсь у меня тут есть зависимость, ну, ну, потом покажу, не суть, суть в том, что мы имплементим, override у этого интерфейса методы onStart, onResume или любые другие, это дефолтные интерфейсы, там, как в Java 8, есть дефолтные пустые имплементации, вот, и нам уже гораздо меньше кода, не надо прокидывать эти колбаки, как мы вот здесь сделали в Activity, а мы просто говорим addObserver и делаем то же самое. Это интерфейс Lifecycle Owner и Support Activity, это наша базовая Activity, это еще более базовая, чем AppCompat Activity, она имплементит этот интерфейс и умеет возвращать свой Lifecycle, а вот на Lifecycle как раз можно подписаться, можно отписаться и можно узнать текущий state. Текущий state это created, started, resumed или в обратную сторону, когда он paused, он становится снова started, когда он остановлен, он становится снова created. Понятно? Вот. Этот Lifecycle и, соответственно, Lifecycle Owner является помимо Activity еще и фрагмент. То есть у фрагмента же тоже есть Lifecycle и там поддержан такой же механизм абсолютно взаимодействия. Соответственно, наш контроллер, который мы напишем в таком случае, можно будет очень легко переиспользовать в любой Activity, в любом фрагменте буквально одной строчкой кода. это про Lifecycle и компонент, теперь про ViewModel. ViewModel по сути с собой представляет очень простой абстрактный класс ViewModel, у которого один метод он cleared и причем даже он не самый важный. Важное то, что система позволяет этой ViewModel перезвивать пересоздание Activity. Вам же говорили про то, что мы с вами боремся с этим пересозданием Activity, то, что мы поворачиваем экран и он у нас, если он не отдельно хендлит поворот экрана, то он пересоздается и у нас происходит вот такой соответственно жизненный цикл. Мы вот были рисун, повернули экран, стали запаужены, остановлены и уничтожены, а потом заново снова уже другая Activity такая же создана, запущена и заресумлена. И этот график собственно показывает о том, что ViewModel переживает поворот экрана и замену пересоздания полной Activity. Ну, или фрагменты опять же, этого работает и для Activity и для фрагмента в данном случае. Вот. Метод OnClear. Метод OnClear очень простой. Когда у нас Activity окончательно уничтожена, то есть система знает, что это не, она умирает не для того, чтобы снова пересоздаться после поворота, а именно, допустим, для очистки ресурсов или MPB вышли. У ViewModel выполняется метод OnClear. Как это реализовано? С точки зрения Activity или точно так же с точки зрения фрагмента? У нас есть специальный класс, его провайдит библиотека, как и ViewModel это ViewModel Providers. Мы ему передаем в данном случае Activity, но можем передать фрагмент и говорим дай нам ViewModel вот такого-то класса. И этот ViewModel Provider под собой скрывает хранилище этой ViewModel и он понимает, что надо либо создать эту ViewModel, либо надо ее восстановить, взять старую, которая была до пересоздания. Ну, в данном случае у нас ViewModel с пустым конструктором, но также тут можно передать фабрику, которая в случае необходимости создания ViewModel будет вызывать эту фабрику и с каким-то определенным конструктором ViewModel создавать. Так, это я про ViewModel все рассказал. Следующий компонент LiveData. А, LiveData это, собственно, те наши самые Observable, которые во ViewModel предоставляют какой-то каждый тип, поэтому LiveData Generic, то есть, если мы хотим вернуть Boolean, то тут Boolean, если строку, строку, если набор ячеек, то Generic от набора ячеек. Как он работает? У нас есть метод Observe и Observe Forever, о котором я попозже расскажу. На самом деле там еще много всего, но вот это основное, что надо знать про LiveData с точки зрения ViewHee. Мы создаем ViewModel таким же способом, как я уже написал, и далее запрашиваем у нее через GetterLiveData и подписываемся на ее изменения. и ну тут собственно результат обработчик этих изменений. Это вот то самое, что я говорил про ViewModel. Мы подписались и если у нас нету, если у нас есть Winner, то мы его показываем. Если нет, то очищаем ту текстовую ViewHee, в которой был он показан. Что тут можно добавить? Да, собственно, все очень просто работает. Допустим, у нас происходит пересоздание Activity, ViewModel выжила, и ViewModel знала о том, кто у нас победитель. И соответственно при повороте экрана мы снова создаемся, подписываемся на ту же самую LiveData, получаем те же самые данные. То есть когда у нас какие-то данные есть, у нас сразу вызовется при обзерве вот этот callback и сразу поставятся те же самые значения. Соответственно при повороте мы сохраним состояние. Mutable LiveData Mutable LiveData наследуется от LiveData и имеет два метода PostValue и SetValue. На самом деле и LiveData имеет эти методы, но они у него protected, поэтому я их раньше не написал. Для чего это сделано? Чтобы класс LiveData использовать как для ViewH именно класс, который провайдит данные какие-то. И соответственно ViewH не может у них вызвать PostValue и SetValue. А со своей стороны ViewModel взаимодействует с LiveData как с instance MutableLiveData. И ViewModel со своей стороны может и PostValue сделать и SetValue. Ну такое искусственное разграничение. В чем разница PostValue и SetValue? SetValue сразу проставляет новое значение и вызывает вот этот вот callback, который мы тут видим. PostValue действует немного иначе. Оно постит это на главный поток и только потом вызывает. Что бы еще хотелось сказать об этом? На самом деле тут все несколько сложнее. Когда мы то есть класс был бы простой, но на самом деле он реально там много строчек кода в этом LiveData. Когда мы вызываем Observer мы передаем еще this. This в данном случае это Lifecycle Owner. А для чего это надо? Это надо в первую очередь для того, чтобы когда у этого Lifecycle Owner у Lifecycle случится destroy, мы автоматически отписались от этой View модели. Соответственно у нас не будет утечек памяти, когда старая Activity, которая пересоздалась, вот та, которая уже должна была очиститься garbage collector, корректором, а на нее все еще ссылается вот эта LiveData как на обсервера. Этого не случается, потому что вон destroy у нас этот обсервер очищается. И второе использование. Второе это то, что изменения в этот обсервер не будут приходить сразу на самом деле, как я сказал, при вызове post или set value, ну даже и не будут сразу после постинга на главный поток. Они будут происходить только в том случае, если у нас Activity или фрагмент находится в состоянии resumed. И соответственно, если оно, допустим, свернуто, приложение, а нам в это время пришло какое-то изменение, допустим, мы грузили что-то из сети, получили это что-то, хотим положить в Activity, но мы свернутом Activity мы этого не будем делать, мы дождемся пока Activity восстановится и тогда уже проставим. Вот. Также это помогает избежать те ситуации, когда у нас Activity уже находится в таком состоянии, что при простановке у нас просто там все сломается, потому что она уже почти задестроенная. Так, что тут такое? Это как это выглядит со стороны ViewModели. Со стороны ViewModели у нас есть полечка LiveData, которая Mutable LiveData. Но мы сейчас про Progress Visibility говорим, это на самом деле не весь код ViewModели, который вы там сейчас увидите, это укороченный вариант, где только про Progress Visibility. Вот. И мы вначале проставляем его в False, потому что по дефолту он null. И в тот момент, когда кликаем, мы простанавливаем его setValue true, мы кликаем на главном потоке, поэтому сразу setValue, а далее у нас какая-то асинхронная работа на background потоке выполняется, и потом мы вызываем postValue false, о том, что Progress больше не нужно показывать. И тут то, что я хотел обратить внимание раньше, у нас поле Mutable LiveData, мы взаимодействуем с ней как Mutable, но Exposed наружу она как просто LiveData. Вот это собственно те преимущества LiveData о том, что нет утечек памяти, нет крышей за остановленных Activity, и не надо вручную как-то обрабатывать жизненный цикл, потому что он за вас уже обрабатывается с помощью всего этого механизма ViewModely вместе с LiveData. Вот еще раз нарисовала эту же диаграмму, по сути тут вместо Observables теперь видно, что это конкретный класс LiveData, а остальное все то же самое. Так, это мы пока подождем и посмотрим на код. Так, я сейчас заревелчу изменения. А, да, точно. Так, нам надо захинкаться, чтобы подтянулись эти классы. Я дала случился, подтянулась. Вот то же самое, что мы смотрели раньше, мы подписываемся, ой, создаем ViewModely из ViewModule провайдера, а потом подписываемся на LiveData ячеек и в результате получаем ячейки и обновляем. Почему подсвечено? Потому что можно вот так сделать. Я просто для наглядности сделал. Еще можно вот так сделать. Вот. Также с текстом победителя тот же код, который я уже показывал. Обновляем победителя при его изменении. И то же самое с прогрессом. Проставляем прогресс и у нас соответствующие методы тут есть. show winner show set progress visibility и очистить победителя. Как у нас выглядит в реальности эта ViewModule? Она выглядит вот так. У нас не один, а несколько mutable LiveData, несколько getter. в начале мы исходные значения проставляем. Что тут можно сразу видеть? Что у нас нет никакой зависимости на ViewModule. Еще раз повторяю. С моделью все точно так же, лучше бы ее инъектить, но для простоты решения я так показал. Вот мы провайдим ячейки. Это map. Map это строка. map связывает координаты переданные в виде строке на значение. Это либо x, либо o. Это мы снова ресетим данные. И вот что происходит на клик. Мы поставляем set progress true. В background потоки вызываем модель. Потом говорим, что прогресс больше не надо показывать. Если у нас есть игрок, который сходил, то мы обновляем наши ячейки. Я так написал, чтобы было понятно, что это мы генерием координаты в виде строки. То есть колонка и столбик. И строка. Вот обновляем наш текущий ссыл и ну это вот эту хешмап и постим ее на нашу лайфдату. То же самое происходит и с винером. Так, это то, что про модель. Но есть одно решение. Оно не очень популярное, но очень красивое и зачастую все-таки используется. Можно сделать это вот так. Сейчас покажу. можно использовать датабайндинг. Это уже MVVM. Датабайдинг позволяет нам избежать кода в Activity, который подписывается на ViewModel и напрямую это сделать из XML. Вот у меня код подсвеченный белым. Он говорит возьми из ViewModel Progress Visibility LiveData и сделай Visible или GAN. И при этом она подписывается на эти изменения и изменяет в соответствии с изменениями LiveData. Вот такая вот магия. И то же самое с текстом победителя. Что для этого надо? Для этого вначале надо указать в Build Gradle то, что мы используем в датабайндинге. Датабайндинге это не библиотеки, они встроены в Android плагин и достаточно вызвать Enabled True. Потом у нас меняется XML-к лейаута. XML-ка лейаута выглядит вот таким образом. У нас корневой тег это layout. Дальше важная штука это группа data, в которой самое важное это variable. Мы передаем туда, мы этим показываем, что мы хотим внутри этой XML-ки использовать поле view-модель вот такого-то типа вот и мы его можем после этого вот тут использовать. Зачем нам нужен этот импорт? Это для того, чтобы при компиляции всей этой штуки система понимала, что вот это вот view это именно Android view.view а не что-то другое. Вот это изменение в layout а это так то, как должна выглядеть наша activity класс on create наш измученный. Мы все так же достаем view-модель после этого после этого у нас очередной сгенерированный класс tick-tack-toe binding он достается с помощью data binding utile в который мы передаем наш layout. Дальше мы этому binding проставляем life cycle потому что как вы помните для подписки на life data нам нужен этот life cycle и в этот же binding мы проставляем view-модель этот binding это генерированный класс который я покажу позже про плюсы и минусы я тоже позже расскажу тогда покажу сейчас «мэм» 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 господи что там такое это не важно еще не надо data binding это такая же тема с кода генерации как dagger и в этом смысле им все также нужен видимо для начала sync посмотрим нужен ли ему make нет ему make не нужен он сам в бэкграунде создается можно посмотреть что такое tick-tack-toe binding внутри когда мы проставляем ну кому он даже не можешь измениться как хитрая навигация вот он собственно этот класс вот так мы его внутри инфлейтим вот как он выглядит именно в нашем случае вот это сгенеренный кусок tick-tack-toe binding тут у нас эти самые поля сгенеренные и у нас отдельные классы которые отвечают за подписку на лайв дату для для каждого из полей можно блин работает блин дурацкая навигация ладно в общем понятно а тоже что я показывал как выглядит у нас в итоговом виде вьюха вьюха выглядит в током в итоговом виде вот так у нас тут стало больше импортов чем на слайде и также у нас тут появилась возможность вызывать клик-клиссенеры прямо у модели и мы передаем случае каждой кнопки координаты соответствующие блин мелко на эти еще раз так вот у нас то же самое то же самое передаем различные координаты и так же мы берем из вью моделей из мапки лайв даты текст для этих кнопок если с навигироваться сюда это выглядит как лайв дата мапка стринга на стрингу но вот здесь мы используем такой смешной синтаксис мы без геттера обращаемся и к мапке можем обратиться через квадратные скобки как массиву по сути это то же самое что сделать гет лайв бет селс лайв дата и вызвать гет вот так так она тоже работает а только без этого что еще здесь же мы подписываемся на прогресс здесь же мы подписываемся на виннера и на визибилити наличие виннера тоже подписываемся а главное что хотелось обратить внимание что в модель у нас вообще почти не изменилась для не почти она просто осталась точно такой же как было ничего не трогали а какие преимущества и недостатки дата бандингов то что у нас меньше кода в активе и фрагменте обращаю еще раз внимание тут вот все что осталось больше ничего нет и плюс у нас есть более четкое разделение что у нас так как код из фрагмента пропал то и нет желания там больше какой-то бизнес логики развивать она вся уходит во вью модель но есть и минусы минусы это то что долго собирается потому что есть кодогенерация на дата байдинге и если у вас этих в юг не знаю там 500 или тысяча как случае с одноклассниками то это реально будет дольше плюс есть неочевидное поведение пробай при байдинге это такие случаи когда у нас мы прописываем там неправильный синтаксис и она не падает она ничего не она просто просто пустые значения возвращает то есть там нет никакой нормальной обработки ошибки ошибок и самый главный минус это на то из-за чего мы его в одноклассниках не используем это то что у нас много разработчиков все пишут решения по-разному и мы боимся что кто-то начнет много кода писать прямо в xml-ке там на самом деле не полноценная джава то есть то что мы пишем прямо в xml это упрощенный язык он поддерживает тернарные операторы это вопрос двоеточие поддерживает сложение вызов методов но ничего сложнее мы там не можем наградить не можем там сделать цикл или еще что-то такое это конечно ограничивает их возможности неудачливых разработчиков к написанию кода в xml но все равно туда можно много чего запихать чего мы не хотим поэтому мы дата байдинг не используем вот вот мы и подошли последней теме это clean architecture у меня тут неправильно указано на самом деле тут должен быть другой адрес clean architecture изначально была представлена тем же самым робертом си мартином который презентовал и solid принципы но только спустя уже наверное лет десять и он презентовал эту clean architecture для веба для веб приложений позднее фернарм на седжас запостил на медиуме пост который стал очень популярный который начали все использовать и конечном счете даже google в каком-то смысле отсылается на него а он запостил пост о том как применять подходы clean architecture построению архитектуры именно в android приложениях что нам обещает архитектура это легко читаемый код легко модифицируемый и слабо связываем связанный устойчивый к багам легко переиспользовать и самое главное он должен быть тестируемый по сути это те же самые пункты которые я вначале перечислил только в обратную сторону какие у нее принципы принципы в том что логика должна быть независимо от фреймворков она должна быть таких как android android это по сути фреймворк она не зависит независимо от юая независимо от баз данных неважно там room или еще контиром или просто мы к базе данных обращаемся напрямую или мы в файлик сохраняем логика не должна вообще от любых внешних сил воздействовать зависеть а вот диаграмму которую они презентовали это показывает разделение на слои у нас есть самый верхний уровень это entities это просто модельные данные модельный слой там ну в случае допустим одноклассников это юзеры группы комментарии сообщений следующий слой это use case и use case и это все еще бизнес логика это то как мы взаимодействуем с этими сущностям сущностями абстрагируясь от юая то есть мы приглашаем их друзья мы пишем им сообщение мы отправляем запрос на подтверждение дружбы а при этом мы все это куда-то в абстрактное хранилище складываем чтобы если у нас нет сети сделать это потом это use case и дальше у нас идет слой презентеров и слой юая по сути с собой это а у фернандо тот же самый mvp то есть у нас я это вьюха презентеры это те же самые презентеры а моделью является все вот это вот а что тут важно обратить внимание что все зависимости идут только вовнутрь entities и use cases это полностью java модули они абсолютно не зависят ни от андроида не от баз данных не от чего и entities ничего не знает о внешних кругах use case и знает об entities но ничего не знает о презентерах и юая ну и презентеры то же самое не знают о том какие у них возникают use case и но юай скрыт за интерфейсом а также в данном случае это mvp но вот эти последние круги то же самое подходит и для mvvm это если взглянуть на это с другой стороны и на разграничение вот у нас уровень презентации есть и в данном случае это модуль вью презентера а может быть модуль вью вью моду дальше идет доменный уровень это то где находятся entity и use case и мы обращаемся к use case и сам через интерфейс и они еще эти use case и в некоторых случаях называют интеракторы они не определились я так понял с определением а вот через интерфейсы этих use case of они презентационный уровень общается с доменным уровнем и в свою очередь через некоторые границы написано границы но по сути тоже интерфейс и доменный уровень взаимодействует с данными но он не имеет зависимости на данные в данном случае как раз тот самый кейс когда используется dependency injection и зависимости на data layer из доменного уровня у нас инжектится снаружи соответственно нет никакой зависимости только через интерфейсы которые прописаны как раз в доменном вот тут видно что интерфейсы они тоже на доменном уровне находится и когда презентация или data layer ссылаются на доменный уровень они имплементят эти интерфейсы ну презентационный уровень понятно это просто еще одна диаграмма mvp что вьюха и презентер друг с другом взаимодействует и презентер ссылается на модель доменный слой это то же самое что я рассказал у нас тут есть бизнес объекты и есть собственной имплементации интеракторов или use case of и последнее это уровень данных на уровне данных предлагается использовать абстракцию репозиторий репозиторий это такой паттерн который позволяет скрывать за собой то откуда получили мы данные бывает такая ситуация нам нужен юзер а по факту у нас юзера можно получить из сети или можно получить юзера из локального кэша в памяти либо мы его сохранили в базу данных но когда мы отображаем я нам не важно откуда юзер нам важно его получить и именно решением этой задачи занимается репозиторий он получает на вход юзера смотрит если есть в кэше в памяти то возвращает из памяти если есть на диске возвращать с диска иначе обращается к данным это еще один уровень абстракции собственно это все лекцией но прежде я хотел немного кода показать про clean architecture тут у нас всякие полезные материалы а сейчас вернемся к коду это кот написал тоже фернандо он потом делал много модификаций и это старая версия его кода чтобы запустить на новый android студии мне пришлось немного просковырять его вот вы видите синенькие файлы тут сейчас покажу примерно как он работает а по сути своей что из себя представляет это приложение страшненькое приложение это один экран это список пользователей и второй экран это карточка пользователя которая первый раз грузится из сети а второй раз как видите быстрее загружается из кэша а как все это выглядит с точки зрения кода с точки зрения кода это выглядит следующим образом начнем от юзер лист фрагмента тут у нас используется сразу чтобы снять вопросы специальная библиотека она позволяет избежать она в чем-то похожа на data binding но проще она позволяет избежать вызову этот find view by id которые мы вечно делаем и просто аннотируем метод аннотации bind и вызываем butter knife bind вот называется библиотека butter knife вот теперь по существу так где тут у нас вызывается метод откуда называется из он activity created вызывается метод initialize и в нём мы вызываем юзер компонент у нас отдельный компонент для этого экрана этот даггер компонент он состоит из нескольких модулей и зависит есть зависимость на другой компонент и позволяет себя инжектить в несколько разных фрагментов а этот компонент собственно инжектит зависимости в наш фрагмент по сути собой он инжектит презента вот у нас презента и у него вызван метод инжект а дальше мы у презента проставляем вьюху примерно то же что в нашем mvp вот это вьюха у нас представляет собой интерфейс а юзер лист вьюху это некие абстрактные интерфейсы вьюхе которые предлагает использовать фернандо штатные интерфейсы просто базовые интерфейсы вот и вот мы их импрометим во фрагменте эту этот интерфейс так чего дальше дальше мы вызываем у этого презентера где же он грузит данные не шалайзе же да на абсолютно не шалайзе не шалайз юзается да мы напрямую вот здесь вызываем из фрагмента метод и не шалайзу презентера презента в свою очередь вызывает метод get user list и тут вот тот самый кейс мы обращаемся get user list юз кейс это юз кейс который просто получить список юзеров и обращаю ваше внимание что у нас тут тоже инъект и этот юз кейс сюда инъектится то же самое что я говорил здесь мы разделяем презентейшн лэйр и домейн лэйр и get user юз кейс это все еще интерфейс который находится уже на уровне домейна тут маленькими буквами видно сам этот юз кейс что делает сам юз кейс тоже in inject it's a у него есть репозиторий есть несколько экзекьюторов разница тут в том что он использует разные интерфейсы свои для экзекьюторов а я поленился и в своем примере использовал стандартный интерфейс экзекьютор из java наверное так как он делает даже получше но по сути это то же самое и имплементация у него нет это не тот вот этот пост экзекьютор примерно такая же как и в моем примере вот мы так вот что там у этого юз кейса мы вызываем метод экзекьютор он на бэкграунд потоки на бэкграунд потоки вот вызывает экзекьютор самого себя а он имплементит на самом деле рано был по моему нет рано был видите рано постится мой самого себя на бэкграунд поток и дальше уже в бэкграунд потоки он обращается к репозиторию который в свою очередь тоже инъектится и в него уже инъектится тут честно говоря я уже не знаю зачем еще один уровень абстракции но у нас помимо самих дата сорсов у нас туда инъектится дата сорс факторе но видимо на это есть какие-то причины вот и дальше уже эти дата сорс факторе создает дата сорсы и он выбирает грузить из кэша или грузить из базы данных на все на это у него написаны тесты чтобы хотелось еще тут сказать хотелось бы сказать что он в последних версиях это все переписал здесь у нас для взаимодействия с репозиториям и для взаимодействия с юзкейсами последовательно используется набор колбоков видите мы вызываем get user list и передаем колбоки то есть что по результату действия репозитория вернул либо все успешно вот получай твою коллекцию юзеров либо в случае ошибки случилась ошибка и тогда мы дальше эту же ошибку передаем в колбок который нам передается когда мы вызываем use case тоже передается короче система такая что у нас есть разные уровни абстракции есть презентеры потом use case и потом репозиторий и каждый передает свой колбок который в колбоке два метода там вот получи результат или получи ошибку и вот так мы дальше прокидываем 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 и чтобы немного упростить вот эту всю дилемму по прокидыванию вот этого потока данных туда с колбоками и обратно вам на следующих лекциях расскажут про еще одну библиотеку важную которую используют в андроиде это rx java но так как она не входит мою лекцию мы пока смотрим на вариант с колбоками а что еще хотелось бы сказать еще хотелось бы сказать что изначально дядя боб наставлял на разных слоях приложения используете разные модели и я хотел бы вам показать пример по моему есть user mapper мы где он используется используется вот тут так смотрите это все тот же нас юзер дата репозиторий и мы получаем получаем из дата сорса коллекцию юзер энтити и на уровне данных мы используем юзер энтити а дальше в доменный уровень мы их трансформируем в юзеров и вот соответствующий класс трансформации казалось бы переливание из пустого в порожнее в каком-то смысле да но это позволяет нам заизолировать многие штуки потому что какие-то поля присутствуют в одном месте но отсутствует в другом какие-то они могут как-то немного трансформироваться и плюс это дает то что допустим мы этот уровень данных можно переиспользовать с другим доменным уровнем и там будет своя модель а тут своя модель а что еще хотелось бы сказать да наверное про clean architecture можно чем-нибудь еще из презентации нет из презентации уже все